Однажды деревенские мужики решили идти в город. Они взяли свои котомки и пошли через лес. Но однажды в лесу материализовался снежный человек и говорит им, а ну, скидывай рюкзаки и складывай в кучу. Мужики скинули, снежный человек собрал рюкзаки и ушёл. Один из мужиков говорит, вот видишь, что значит команда? Рюкзаки забрал, а поколотить побоялся. А кто это делает? Запись из школьного дневника. Постригите, пожалуйста, вашего лобочку. Хочется посмотреть ему в глаза. Однажды студенты-медики всю ночь тренировались. Учились налаживать гипс. А на следующий день надо было писать контрольную. И вот один студент пришёл в гипсе и говорит, что не могу писать, рука сломана. Преподаватели не поверили, хотели снять гипс. Но тот студент оказался умным. И поэтому взял снимок с поликлиники. Сторож, у которого на работе безлимитный телефон на служебном телефоне, надоедает своим друзьям и родственникам своими звонками сутки через трое. Разлука на час невозможно вытерпеть. Эта песня не о разлуке девушки со своим мобильным смартфоном. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если в полнолуние зажечь свечу и три раза повторить имя любимого человека, проснётся муж и даст трендулей? Бобочка говорит, моим родителям очень понравилась моя девушка. Они приняли её как свою дочь и стали искать для неё подходящего жениха. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если ребёнку купить барабан и потом забрать барабанные палочки, но при этом положить барабан под голову будет ещё хуже? Если вы считаете, что пазла это развлечение для детей, вы ошибаетесь. Для взрослых ещё есть другой вариант. Положить содержимое морозильника обратно, чтобы поместилось. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Подписываемся, кликаем на колокольчик.